Всем привет, с Вами Юлия и мой факультет рукоделия. В этом видео я планировала сделать очередную распаковку с Алиэкспресс, но в итоге у меня получился утешительный ролик для тех, кто боится заказывать товары из Китая. Знаю прекрасно, что у большинства из Вас сидит внутри страх, а вдруг товар не пришлют, или то, за что Вы отдадите свои кровные денежки придет с ужасным качеством. Скажу Вам, такое в моей практике случается редко, но когда знаешь, как себя вести, страх пропадает. И сегодня как раз тот случай, когда я Вам наглядно могу все показать. Смотрите это видео до конца, гоните свои страхи и приятных Вам покупок. Итак, к новому сезону я заказала несколько натуральных помпонов. Давайте вместе посмотрим, как они были упакованы и в каком состоянии приехали ко мне. Это первый помпон. Упакован он в плотный зип пакет, здесь же лежит кнопка, которая будет пришиваться к шапке. Кстати, очень удобное решение, можно менять помпоны в один щелчок, чтобы мех не помялся, сверху на помпон натянута сеточка и что-то уже меня смущает, слишком он маленький в сложенном виде. Ну, что могу сказать. На странице с товаром было фото шикарного помпона с густой шерстью, прям чернобурка чернобуристая. А по факту этот помпончик рыхленький, дохленький, близко не похожий на тот, что был на фото. Этот дохлечок видимо сшит из меха, который взят с брюшка. Ворс не держит форму, распадается и при малейшем дуновении ветра этот помпон будет кривым и однобоким. Обидно, конечно, но мы не будем расстраиваться из-за такой чепухи. Смотрите до конца, я покажу, что делать дальше. Вскрываем второй пакет, здесь у меня два помпона из кролика. Насчет натуральности меха. После распаковки я делала тесты, поджигала ворс у всех помпонов, правда на камеру снимать этот процесс не стало. И хоть здесь все в порядке, все помпоны сшиты из натурального меха. Выглядят они немного помятыми и у них вместо кнопки резиночки. Мех очень приятный на ощупь, внутри какое-то наполнение и они достаточно плотные. Мех у этих помпонов расправляется на глазах и они становятся ровненькими. А если подержать их над паром, то ворс вернет свое положение. В общем, к этим помпонам у меня нет нареканий, если не считать того, что заказывая в интернете, не всегда можно точно угадать оттенок из-за разной цветопередачи экрана. У меня есть два оттенка пряжи, к которым я покупала эти помпоны и цвета их конечно же отличаются. Но и здесь мы не будем унывать. Смотрите, меняем местами помпоны и получается оригинальное решение. Итак, к этому продавцу у меня претензий нет. Открываем следующий пакет. Этот помпон китайцы положили в воздушный пакет. Для сохранности это прекрасное решение, в пути другими посылками товар не примнется. Еще в пакете был подарочек, вот такая резинка для волос. Как всегда мелочь, а приятно. Теперь смотрим на качество помпона. Кнопки в пакете не было, потому что она защелкнута на своем месте. Ну и смотрите на это лохматое чудо, причем чудо от слова чудовище. Длинного ворса мало, а еще и расположен он с одной стороны. Попробую сейчас паром что нибудь исправить. Как Вы видите, не помогло. Если длинные волоски были с одной стороны, они там и остались. Вот здесь два рожка торчат, с этой стороны тоже пусто. В общем, страшилку такую на шапку крепить нельзя. На эти два помпона я буду открывать спор. Покажу Вам, как это делается. И потом сниму, чем спор закончился. Если первый помпон, несмотря на то, что жидкий, более менее ровный, то последний просто уродец. И никакие подарочки меня не убедят в обратном. Еще мне прислали вот такую линейку для измерения размера спиц. Незаменимая вещица, если у Вас спицы хранятся не в магазинной упаковке. На земле и в магазинах я такие видела рублей по сто, на Али они стоят 20-30 рублей. Причем на этой линейке есть сразу две шкалы. Помните, в прошлой распаковке на китайских спицах были непонятные для нас номера? Так вот здесь можно увидеть, какому нашему размеру соответствует китайская нумерация. И еще одна покупка. Она не совсем рукодельная, но я не могу не похвастаться ею. Выписала для своего телефона вот такую зарядку. Очень красивый серебристый кабель, он сплетен из ниток, как жгут. С одной стороны выход USB, вот такой стильный и надежный, а с другой стороны вход для телефона. Я себе заказывала разъем Type-C и смотрите в чем тут фишка. Вот эта деталька, которая вставляется в телефон на магните, то есть можно оставить ее в телефоне и не вытаскивать. Их можно заказать отдельно для каждого телефона в семье. Вот у меня еще мини USB разъем пришел. Можно также заказать разъем для айфона. То есть каждый вставляет такую штучку к себе в телефон и когда необходимо подносит к нему кабель для зарядки, который сам примагничивается. Вот так вставляем ее в разъем, кстати, она будет закрывать отверстие для зарядки от пыли. И еще от постоянного включения эти разъемы разбалтываются и приходят в негодность, здесь такого происходить не будет. Вот так красиво горит индикатор на кончике кабеля и когда мы его подносим к телефону, начинается зарядка. Теперь зайдем в мои заказы на Алиэкспресс. Вот они, помпоны, которые я заказывала. Вот так должен был выглядеть помпон из чернобурки, ровный, густой и богатый мех. А таким красивым я надеялась увидеть помпон из енота. Вы только посмотрите, какой шикарный ворс на фото. Однозначно можно оспорить качество товара, который мне прислали. Заходим в список заказов, вот тут есть ссылка «Открыть спор». Нажимаем на нее и попадаем на страницу, где нужно заполнить форму и описать свои претензии. Спор может быть с возвратом товара и только возврат денег. У меня незначительная стоимость товара и если возвращать его обратно, придется потратить много денег на доставку, поэтому я выбираю только возврат денег. Получили ли Вы товар? Ставим «Да». Возникшая проблема. Давайте выберем «Товар не соответствует описанию». И вот тут поставим «Товар не соответствует описанию». Сумму возврата ставим на свое усмотрение. Тут есть подсказка – от 68 копеек до 335 рублей, то есть полная сумма заказа. Я поставлю полную стоимость своей покупки, так как использовать полученный товар не представляется возможным. Далее нужно более подробно описать суть проблемы. Здесь Вы можете написать все, что Вас не устраивает, какие были ожидания и что прислал продавец по факту. Также сформулируйте свои требования. Старайтесь не использовать сложных предложений, так как Ваш текст будет переводиться на китайский и по ту сторону спора Вас должны без проблем понять. Ниже нужно предоставить доказательства плохого качества товара и здесь Вы можете прикрепить либо фото, либо видео. Я добавлю фото своего хиленького помпона. Ждем, пока загрузится файл и нажимаем на кнопку отправить. Все, спор создан. На данный момент в статусе мы видим, что ведутся переговоры. Сейчас уведомление о созданном споре получил продавец, а также специальный отдел Алиэкспресс. На этой же странице Вы можете следить за всеми изменениями и результатом спора. Здесь продавец сможет написать свои опровержения, а Вы при необходимости добавить дополнительные доказательства. Вся переписка параллельно будет видна сотрудникам Алиэкспресс. Обо всех изменениях в споре Вам на почту будут приходить письма. Точно так же открывается спор, если товар не получен. Но Вы должны на странице с товаром отслеживать время защиты товара и не пропустить его окончание. Иначе Алиэкспресс решит, что Вы забыли отметить получение товара и переведет деньги продавцу. Точно так же открываю спор по второму помпону и жду результат. И конечно же покажу Вам, чем все закончится. Итак, спустя 3 дня заходим в список товаров, здесь мы видим, что спор закрыт и вот тут есть ссылка. Если подведем к ней мышку, то увидим, что 20 числа Алиэкспресс утвердил возврат, а я делала спор, если Вы заметили, 19 числа. Далее прошла обработка средств и 21 числа возврат был завершен. По второму помпону точно такая же картина – возврат средств завершен. А вот скриншот выписки из моего банка 21 числа, деньги вернулись мне на счет. Давайте заглянем на страницу спора. Здесь отражена оплата товара, продавец отправил товар и при получении я создала спор. Как Вы видите, продавец никак не отреагировал на мою претензию и Алиэкспресс принял решение вернуть мне деньги. Если мы зайдем в спор со вторым товаром, то увидим, что и этот продавец так же не написал ни слова и Алиэкспресс занял мою сторону, вернув мне деньги. Надеюсь, что из моего видео Вы теперь понимаете, что делать покупки на Алиэкспресс безопасно. Схема защиты покупателя на этой площадке работает безукоризненно. На этом сайте есть множество качественных товаров и торгуют ими честные и порядочные продавцы. Очень надеюсь, что Ваши покупки будут приятными и воспользоваться моими советами Вам не придется. Если это видео было для Вас полезным, отметьте его как понравившееся и нажмите кнопку поделиться. С удовольствием отвечу на все возникшие у Вас вопросы. А если и у Вас был опыт получения некачественного товара с Али, пишите о нем в комментариях. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Не забудьте оформить подписку. Пока, пока.